добрый всем вечер дамы и господа вторник 9 часов вечера а значит пора приветствую вас здесь в сообществе тульского самоварного комбината под названием дулавар меня зовут егор пронин я историк гид по туле и сегодня ну наконец-то мы добрались до темы которую я запланировал еще даже на самом еще даже в прошлом году вообще еще в двадцать первом году но там то одна тема перебивает то другая то там еще вот что-то хочется рассказать но в итоге наконец-то время и пришло и у нас сегодня тема вот система мер на руси система мер вот в каких единицах вот измеряли наши предки восточные славяне потом вот переводильный период и период русского царства императорский период в 1835 году при николае первом николае палкине окончательно была стандартизирована вот это вот именно русская метрическая система сколько там чего в чем там пядей вершков сажений верст и так далее любопытный факт с 1814 по 1818 годы во франции во франции стояли русские оккупационные войска но это же эпоха после наполеоновских войн и до сегодняшних дней во франции вдоль тамошних французских этих шоссейных дорог еще стоят кое-где старые такие камни они не такие большими размером ну вот в полэкрана примерно что это такое это дороги французские основные русские войска перемирили по-своему в верстах и поставили вот эти вот камни такие да кое-где они еще сохранились тульский кремль например на общая длина стен тульского кремля 1 верста 1 верста не километр 1 верста расстояние например в тульском кремле от башни до башни 150 так примерно 150 170 шагов это не значит надо сейчас вот бежать к кремлю и там раз два три 4 5 6 там идти там это измерять его на самом деле ведь и шахта тоже на самом деле это пошло но у каждого человека разный согласитесь там и длина ног то у всех тоже разное то же самое вот допустим там вот трехлинейная винтовка мосина трехлинейка знаменитая мосинка линии это что это такое что за три линейки три линейки таких логарифмических или там каких-то еще нет это все вот именно уже не используемая наша старая вот система мер причем ударе с этого дамы и господа любопытный факт ведь исторически старая вот русская система мер она в наши дни не используется на прикладного значения конкретного не имеет мы на самом деле вот строго то говоря даже современную метрическую систему согласитесь используем далеко не на сто процентов вот скажите мне поднять и вот в комментарии поднимите руки те кто в повседневной жизни оперирует таким понятием такой мерой длины как дециметр 10 сантиметров дециметр вот у меня там рост метр восемьдесят пять или сто восемьдесят пять сантиметров я не я никогда не говорил мой рост восемнадцать с половиной дециметров чего это сколько наверное может кто-то даже уже со школьного курса математики ты уже и забыл что это за дециметры то такие мы современную метрическую систему не на сто процентов используем что уж говорить про старинную но все равно мы помним все вот эти вот там ну ты там здоровый там косая сажень в плечах можем использовать уже не помня а это вот сажень это сколько вот это вот как это вот ну по длине то но тем не менее мы не представляя себе конкретно сколько именно это сажень мы это слово этот термин мы продолжаем использовать и в народной памяти он сохраняется вот ведь на самом деле любопытная какая история ну а теперь давайте уже приступим что называется конкретно вот система мер на руси вот она наша презентация поехали вот она как раз линия что это за линия линия это самое маленькая вот трех линейная винтовка мосина три линии это высчитывали линиями калибр одна линия это два две целых пятьдесят четыре сотых миллиметра если по современному считать дамы и господа то есть получается ну давайте чуть-чуть округлим два с половиной миллиметра то есть получается калибр винтовки мосина получается трех линейная это ну если так вот округлить это по-нашему семь целых пять десятых миллиметра вот калибр мосинской трех линейной винтовки одна линия два мили два мили и две целых пятьдесят четыре сотых миллиметра ух да вот этого вот дались им эти пятьдесят четыре сотых было бы просто два с половиной миллиметра и голову не забивать нет конечно вершок да вершок это что такое вот как это ты там помолчи ты от горшка два вершка мол молот ты еще молоко на губах не обсохло а что такое вершок сколько это два вершка это это чего один вершок русский это сорок четыре целых сорок пять сотых миллиметра да миллиметра то есть получается в одном сантиметре десять миллиметров правильно это получается значит получается два вершка это сорок четыре с половиной ну грубо говоря ну получается девять сантиметров примерно получается по нашему да да если считать правильно я понимаю я в математике если честно не силен мягко говоря вот вершок дальше погнали четверть как вот помните у гайдая не может быть витсен раньше я мог спокойно четверть выкушать но был романтизм закуска здесь четверть не мера объема самогона а четверть мера объема мера длины одна четверть имеется ввиду четверть оршина любопытно причем что до шестнадцатого века возможно не все ученые с этим согласны четверть это то что до этого называлось пяди семь пядей во лбу у тебя это по более современному семь четвертей одна четверть это это сто семьдесят семь целых восемь десятых миллиметра то есть если округлить одна четверть это получается ну семнадцать с половиной миллиметра сантиметров и семь пядей во лбу это умножить на семь нет это я в голове уже не высчитаю вот 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 что это будет семь пядей во лбу или семь четвертей а вот и пять кстати та же самая четверть как некоторые считают до шестнадцатого хотя есть и полярная точка зрения что одна пять или один пядень как еще могли называть мерная пять это отдельная мера длины это двадцать три с копейками сантиметра это примерно в общем расстояние между концами большого пальца и мизинца получается вот получается мерная пять вот мерная пять но тут опять же знаете как в фильме особенно с национальной рыбалки да там как плыть то что там Кузьмич то говорит сказал два пальца от полярной звезды а как пальцы ставить горизонтально или же вертикально и опять же у него же пальцы то толще моих вот здесь действительно ну у всех руки разные да у меня вот рука там небольшая у кого-то лапа там может быть одним пальцем на фортепиано три клавиши жмет человек поэтому все конечно получается вот нам сейчас непонятно и неудобно вот нам наши сантиметра это миллиметр родные они гораздо ближе вот так это линия опять влезла хотя линия мы с нее начали ну раз уж попалась линия бог бы с ней напомню 2,54 миллиметра локоть один локоть один локоть на самом деле был локоть московский был локоть новгородский локоть это примерно примерно от пятидесяти трех до пятидесяти четырех с половиной сантиметров ну то есть чуть чуть больше полуметра один локоть да а московский локоть московский локоть его точный размер нам к сожалению неизвестен мы просто знаем что были локти и в них измеряли но точно про московский мы увы сказать не можем ну сколько времени то прошло уже ну что мы хотим в конце концов вот он вот он аршин или один шаг это четыре четверти или шестнадцать вершков или если по-современному так сейчас вот я тут я тут подглядываю конечно я тут наизусть циферки-то мерзостные все бы не запомнил семьдесят одна целая двенадцать сотых сантиметров именно такой аршин был введен в годы реформ Петра Великого и через сто лет окончательно утвержден Александром Первым да вот это русский именно аршин получается ну грубо говоря семьдесят один сантиметр аршин сажень вот она сажене было несколько видов сажене с четью без четьи мерная казенная мы вот нас интересует казенная сажень казенная сажень это три аршина без одной четверти сорок четыре вершка проще говоря одна сажень это сто девяносто семь с половиной сантиметров вот у меня рост меньше одной сажени у меня метр восемьдесят пять а так метр сто метр девяносто семь с половиной вот саженный рост у Петра первого рост был выше одной сажени да выше косая сажень косая сажень ну у тебя косая сажень в плечах здоровый мол косая сажень это сейчас я вам скажу сейчас я вам скажу городовая или мостовая сажень это двести сорок восемь с половиной сантиметров грубо говоря два с половиной метра две сажени считай пять метров в московском кремле высота стен начинается от двух сажений от пяти метров ну какая история получается это все сажень одна цепь да старорусская мера длины цепь это пятьдесят казенных сажений это сто шесть метров шестьдесят восемь сантиметров по-нашему говоря да одна цепь цепь верста да русская путевая верста или просто верста пятьсот сажений это один километр шестьдесят шесть метров восемьдесят сантиметров вот на самом деле да вот по-дурацки да сейчас когда она сказала ну почти ну почти километр ну что 66 метров вот нет это не километр это верста один километр шестьдесят шесть метров восемьдесят сантиметров вот да очень известная русская единица измерение длины вот верста русская миля да русская миля была и такая. Она менее распространена была гораздо чем верста, но все же она была. Мы о ней помянем. Одна милет семь верст. Семь верст это, ну, если округлить, семь с половиной километров. Семь километров 468 метров по-современному. Это одна русская миля. И поприще. Поприще. Это еще что такое? Это еще что такое? Это термин, который вышел из употребления к петровским временам, а до этого в 16-17 веках использовался. Это, грубо говоря, то, что в Европе было европейской милей. Просто наши подогнали под себя и дали свое название. Вот получается вот это вот наше вот именно русское поприще. 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 Так, дальше. Дальше погнали. Осьменник. Осьменник. Это у нас идут меры... Так, что это у нас? Господи, сейчас, дамы и господа, разберусь. Это у нас меры... А, все, вот оно куда. Меры... Это у нас объем. Объем пошел. Объем пошел. Да, но причем любопытный факт. Есть, вот вы знаете, да, есть объем, грубо говоря, жидких тел. Есть объем тел сыпучих. А есть вообще меры площади. И вот как раз осьменник, осьменник, он может быть и там, и там. Вот, 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 блин, поди, разбери, е-мое. Ладно, разберемся. В конце концов, у нас в современной метрической системе тоже есть, как бы, ну, вот просто там, вот метр там, да, а есть кубический метр. Так что ничего страшного, разберемся. Так вот, один осьменник это одна восьмая десятины триста квадратных сажений или по-современному ноль целых сто тридцать семь тысячных гектара. Сложно? Сложно. Ничего не хочу сказать, сложно в осьменниках считать-то это. Вот, вот, площадь Тульского Кремля шесть гектар, в Казани пятнадцать, в Москве двадцать семь с половиной. Вот разделите на гектары вот это ноль целых сто тридцать семь тысячных и высчитайте, сколько там было осьменников. Одна честь это полдесятины. Это тысячи двести квадратных сажений. Это ну, более полугектара. Это, если округлить чуть-чуть, ноль целых пятьсот сорок шесть тысячных гектара. С конца пятнадцатого века использовалась эта мера земельной площади. Да. Это одна честь. Одна честь. Вот она, та самая десятина. вспомните, да, вот книги, статьи, передачи о быте крестьяна, крестьянских наделах, об отмене крепостного права, да, сколько там вот помещик десятин земли отмерил. Что за десятина? Что это такое? Вот, что такое десятина русская? Это две тысячи четыреста квадратных сажений. Это вот одна десятина. Это по сути, по сути, одна целая девять сотых гектара. Или, вот сейчас даже скажу, десять тысяч девятьсот двадцать целых четыре десятых квадратных метра. Вот это и есть та самая десятина. Сколько там десятин земли отмерили, там тра-та-та, все дела. Вот, это та самая вот как раз десятина. Да. Четверть. Четверть. Это что такое? Четверть или четвертина русской единицы измерения сыпучих тел. Одна четверть, две осьмины, восемь четверяков, шестьдесят четыре гарнца. Ой, сложно. Сколько же это? Это двести девять целых девяносто одна сотая литра. да, вот это мне сейчас что называется мне глаз задергает сейчас от этих всех этих пятей, четвертины, десятины, всего прочего, но не сколько от сложности названия, сколько от того, что современному человеку это очень тяжело высчитать. но с другой стороны мы затем же и проводим наши эфиры, чтобы у вас возник интерес к этим темам, вы что-то сами могли почитать, что-то найти для себя, да, то есть это у нас как бы вот темы, они такие научно-развлекательно-познавательные, да, вот, и действительно я надеюсь, что кто-то, кто-то, кто-то из тех, кто смотрит прямые эфиры, здесь сообщат эту лавар, все-таки интересуется, потом еще и сам для себя уже, вот русской именно историей, культурой, нашими традициями и что-то там потом уже читает для себя, заинтересовавшись в ходе вот такого эфира, как у нас сегодня проходит. Половник, е-мое, половник, нет, здесь не имеется в виду половник, который вот, половник, которым наливают суп, нет, это как раз старорусская вот именно мера объема. На самом деле половник или полова, это одна из версий, что это 419 литров. вот оно как, куль, я не могу, куль, да, куль, тоже, это не мешок, который там, куда ты там потащил куль, этого, куль муки, куда попер, а ну обратно вот, мол, положи. Нет, это не ругательство, это вот именно мера сыпучих тел. Один куль, один куль, у ржи это 9 пудов с 10 фунтами русскими. Это по-нашему примерно 151 с половиной килограмм. У овса один куль, один куль, вон Ольга в тетрадь записывает, один куль, это 6 пудов и 5 фунтов. Это 100 килограмм 33 грамма. Вот, опять же, казалось бы, вот куль овса, скажите, центнер один 100 килограмм. Нет! 100 целых 33 сотых вот эти вот еще там в конце висят. Смешивая нам вот получается карты, мешая нам считать ровно. Катка. Сказайте, катка это что-то вот связано с какие-то огурцы соленые там в катке там плавают, да? Кать или один оков. Это два половника, 4 четверти, 8 осьминов. Это 839,69 литра. Или 14 пудов ржи. Или если по-современному, мама дорогая, 229,32 килограмма. Одна катка. 229 килограмм. Это 20 лишним центнера, ё-моё. Во! Мера сыпучих тел, или как еще говорят, хлебные меры. Вон герб нашего тульского города Венёва, да? Вон золотая хлебная мера, да? Кстати, вот интересно, буду в Венёве с туристами послезавтра, в четверг, надо будет спросить, а какой объём у этой хлебной меры будет. Интересно, что там ответят. Шкалик. Шкалик это вот именно жидкость. Шкалик. Шкалик водки, или как его еще называли, мерзавчик. Шкалик это одна двухсотая ведра. Но имеется ввиду не оцинкованного ведра, а ведро старорусская мера объёма жидкости. Самовары мерили ведрами полуведерный, четверть ведерный, треть ведерный, пятиведерный, десятиведерный, там стоведерный, там вот эти самовары-гиганты, которые трактиры покупали, в ведрах мерили. Дамы и господа, в ведрах. И вот шкалик или мерзавчик это одна двухсотая ведра, это шестьдесят один с половиной миллилитр. Вот это шкалик. Вот шкалик. Чарка. Поднеси-ка мне, мать, чарочку. чарку хлебного вина, по-современному говоря, водки. Одна чарка это одна сотая ведра или два шкалика. Это получается 123 миллилитра. Ага. То есть чарка водки это не стопка, не стакан, а именно вот 123 миллилитра. Чуть более вот тех самых получается наркомовских ста грамм. Чарка. Наркомовская чарка. Ага. Косушка. Косушка. Или сороковик. Или же привет поклонникам жесткой музыки. Косуха. Да, но тогда не куртка черная, кожаная, с косой молнией. Косуха. А, косушка. Одна сороковая ведра. Одна четверть кружки. Одна четверть штофа. или половина полуштофа. Половина водочной бутылки. Пять шкаликов. И все это одно. Это 0,003 тысячных литра. По-современному. Одна косушка. Ну, получается, ну, если округлим, там, давайте понажим, ну, как, грубо говоря, 0,3 литра. 300 миллилитров. Вот, вот, одна косушка. То есть, две косушки, это уже как бутылка водки 0,6 литра, получается, двухкосушечная, две косухи. Сложно? Сложно. Ну, а что делать? Тема такая. Ее надо было коснуться, в конце концов. Она очень такая точная, прям, вот, математика, и ненавистный мне от нее веет за версту. Но это тоже наша история. Это в этом тоже нужно разобраться. Если я для себя сам не попытаюсь это разжевать, да, то, может быть, вы разжуете это для себя с моей помощью. Вот тот самый штоф, 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 да, принеси-ка мне штоф, штоф вина. Один штоф был осьмиряковый осьмиряковый, одна восьмая ведра, или так называемый кружечный штоф, три фунта чистой воды, одна десятая ведра, или две водочные бутылки, десять чарок, двадцать шкаликов. Это один литр, один литр, 220 миллилитров. Ну, грубо говоря, если округлить, это один литр и еще одна пятая литра сверху. Ну, вы поняли. Вот, это вот штоф, вот тот самый штоф водки поставил. То есть, это, ну, как две бутылки водки и еще сверху две 100-граммовые чарки. Вот, это вот штоф будет штоф. Четверть. А вот та самая четверть, которую упоминал герой Георгия Витцина в комедии «Гайда и не может быть». Помните, где он с Куравлевым сидит, типа, зять его, там, Куравлев, да, и вот тут рядом этот, Краморов, который друга играл вот этого, Куравлева, ныне, вот, покойным, недавно умер. Где вот он такой, ну, говорит, я, говорит, он говорит, слушайте, папенька, говорит, «Конечно уж больно, вы здоровы пить». А Витцина в фильме в этом играет такого вот тестя, который очень склонен к, он такой, «Так это что?» Я, говорит, «Раньше мог спокойно четверть выкушать, а там стоит бутылюга, там, там, экрана не хватит мне руками, там, здоровенная пузатая бутылюга». Говорит, «Я, говорит, мог четверть выкушать, но был романтизм, закуска. Четверть имеется в виду четверть ведра или два с половиной штофа или четыре бутылки винных или пять водочных». Пять водочных бутылок мог выжрать герой Витцина. Ё-моё! Это, ну, грубо говоря, это 3,07 литра. Ну, округлим. Три литра. Три литра – это вот как-то четверть. Четверть, да, три литра. Вот оно, это самое ведро. Все ведро, ведро, ведро. Какое ведро? Вот ведро. Одна сороковая бочки, десять штофов. округлить, немножко округлить, 12 литров ведро. Но, если полностью, знаете, это 12,29 литра по стандарту 1902 года. То есть, получается, старорусскому ведру в этом году 120-летний юбилей. Одна корчага – это два ведра. Это примерно, примерно, ну, где-то 25 литров, если округлить. Вообще, хотя, конечно, это 24,5 литра. Корчага. Одна корчага. И одна бочка. Бочка. Там, приготовь-ка, бочку вина. Вина. Там, или бочку пива. Русская бочка – это 40 ведер. Это, если в литраже взять, это, ну, чуть-чуть округлим, это 492 литра. 492 литра. Это вот старорусская мера объема жидкости бочка. Да, бочка. О, что, все, что ли? Ой, на самом деле, дамы и господа, как увлекся-то, думал, там еще много впереди, а оно, вон оно, тык-тык-тын-тын-тын, опа! Ну, хотя, не, ну, я вижу, и так, в принципе, более получаса вышло. Я думал, совсем как-то, вжух, быстро пролетит в секунду, и не заметим. Ну, конечно, дамы и господа, если эта тема, она гораздо глубже, чем вот мы сейчас вот просто прошлись по вершине айсберга. На самом деле, этих единиц измерения, они же ведь появлялись, исчезали, потом появлялись новые. Вы теперь знаете, что четверть в единице измерения одного, это совершенно другое, как единица измерения другого, да, что и сажени были разные, и оршины были разные, все было разное. Вот, но, тем не менее, в наши дни мы можем порадоваться, что это, ну, слава богу, у нас, как бы нам родная, понятная, и метрическая система современная, там, с миллиметрами, сантиметрами, и метрами, километрами, да. Еще раз напомню, кто из вас использует в быту дециметры? Вы вот поднимите руки вот там в комментарии, это укажите, даже самому интересно. Вот, на этом наш прямой эфир, дамы и господа, подходит к концу, буду благодарен, я и самоварный комбинат, Тулавар, будем благодарны вам за перепост данного прямого эфира, пожалуйста, да, перепощивайте смело, вам ничего не стоит, а нам приятно. И, я прощаюсь, до новых встреч, еще будут прямые эфиры впереди, еще много чего любопытного, мы с вами увидим. Ну, а на сегодня, дамы и господа, приятного вам вечера, сбегайте-ка, попейте-ка, по такой сырой промозглой погоде, как у нас сейчас, попейте-ка вы, дамы и господа, чайку. Ну, да, вам тоже спасибо всем за внимание, всех любим, со всеми прощаемся, до следующей недели, дамы и господа. Всем счастливо.